итак перейдем второго вопроса сша 256 и так ребят но прежде чем начнете я хочу порекомендовать вам чем работать вот та статья которую я рекомендовал предыдущем видео хотите стать программистом читайте сайт spb-tut.ru давайте посмотрим и так не вы первый не вы последний было не недоумение как учить два языка да здесь вы найдете человек написал всем привет сергей сачи пять месяцев назад я и ubuntu установить не мог для меня это было как собрать какой-нибудь космический аппарат но в школе все происходит покруче побыстрее каждый по совету скинулся все дело сделано программа обучения очень нравится так далее так далее ребят вам нужен linux хотя вы пользуетесь windows поставьте задачу за три месяца овладеть стать уверенно новичком в linux для программиста нужна система которую можно как в которой можно вносить изменения вы программист windows вам не даст вносить изменения вы будете как ярлыки цеплять программы в этом я не спорю хотите быть всю жизнь лузером извините меня пользуйтесь windows 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 эта система для обычного пользователя посмотреть кино фотографии там то 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 если вы программист то извините меня настраивайтесь на linux вам нужна система которая позволяет вносить себя любые изменения и построить под себя все библиотеки все библиотеки блокчейн великолепно будут работать на linux и все разработчики работают на linux да есть там они и на на windows хотите вперед пожалуйста итак давайте перейдем первое создайте себе какую-то папку да создайте во первых папку например блокчейн енв енв будет говорить о том что это будет у вас находиться все виртуальные окружения к проектам блокчейн и создайте блокчейн project да где будет находиться папку проекты либо назовите как хотите но я привык инв для меня понятно что тут будет виртуальное окружение итак давайте мы создадим новый проект это будет у нас пустой проект вот у меня выставлена блокчейн про и прожекта вы можете найти свою папку и я назову его блокчейн бл старт старт далее открываем нам надо просто любое виртуальное окружение нам надо выбрать версию python здесь мы выбираем блокчейн нашу папку вот у меня выбрана блокчейн енв и я просто называю если если проект был старту я так и называю был старт только добавляю енв зачем я так это делаю обратите внимание у вас будет много проектов и вот бывает вы давно не работали с проектами этом ну взяли там вам понадобилось допустим нечто переустановить и вы заходите туда свои енв и думаете а что у меня там за окружение а так вы открыли проект да у вас есть проект был старт то понятно что был старт енв это для был старт тогда вы никогда не запутаетесь в виртуальных окружениях я выбрал питом 36 вот вы можете выбрать 34 там 35 36 37 это неважно и после этого когда вы указали пути то просто нажимаем папку создать да и создать будет создаваться виртуальное окружение и проект значит обратите внимание на сайте значится когда вы будете изучать python вы там научитесь работать со средой где-то что-то спросите общем сложного ничего нет надо просто привыкнуть установку python так далее и так далее все это есть школе просто надо начать заниматься давайте мы создадим некий файл назовем его был один или назовем сша 1 то есть так мы будем сша 256 и вот мы создали файл заходим всегда сразу в виртуальное окружение обязательно сразу всегда обновляем пип до последней версии потому что понадобится нам библиотеки придется их устанавливать и так теперь первичные знания первичные знания как вы заметили если смотрели видео сейчас так 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 быстрый старт блокчейн да на сайте блокчейн то вы видели что посмотрели видео там были картинки везде есть большой набор цифр так вот это и есть шифрование то есть по сути дела что происходит давайте я разделю на третье видео все таки чтобы мы уже перешли конкретно сша 256 и начали с этого пояснения да 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 да